Как Сергей Николаевич сейчас говорил, что пища наша, она синтетическая. И нам нужно в первую очередь хорошо, конечно, все вот эти инструменты используются, которые сейчас были перечислены первые, на что нужно обратить внимание, это что мы кладем в рот. И самые качественные продукты, самые вообще полезные и физиологичные, это ферментированные продукты. Я не считаю, что баотаны это какие-то, знаете, вот лечебные продукты для меня, они все как функциональное питание. А если говорить о соме, то это вообще продукт, который можно пить вот до тех пор, пока не нахлешься. Вот, если говорить о результатах, первое, что я заметила, я стала очень хорошо и бодро себя чувствовать. Я стала очень хорошо переносить поездки в метро, потому что в 2010 году, как все мы знаем, да, Москву охватил ужасный пожар и очень много было замалчивающих таких фактов. Оказывается, очень много людей погибло, очень много детей родились с патологиями и очень много людей, которые стали плохо себя чувствовать, не понимая, почему они так себя плохо чувствуют. Вот это был очень сильно отравляющий момент. И очень у многих молодых людей стали, присутствуют панические атаки. Вот я, как говорится, ну, без каких-то конкретных вот таких сильных инструментов для здоровья, я тоже оказалась вот в этой зоне риска. У меня очень сильно полетела эндокринная система, и я вообще не могла зайти в метро. Но мне было очень сложно. Меня муж довозил на работу как бы на машине, я старалась как бы ездить по земле, как сказать. Потом, конечно, я стала заниматься, да, с собой стала заниматься своей вегетативной системой, но после того, как я стала принимать вот витопротекторы, силы на самом деле ко мне, вот они стали постепенно возвращаться. И вот сейчас Сергей Николаевич сказал, что систему СИН, она как бы подразумевает как бы два таких этапа, да, два года. Это сначала вы решаете свои задачи, а потом закрепляете результат. Два года, да, казалось бы. Ну, для кого-то это много, потому что, вот так вот, человек подумает, все-таки затратно, продукты дорогие. Но я вам хочу сказать, что это продукт, у которого есть своя ценность, и он для меня бесценен. Понятно, что финансовые возможности у каждого свои, есть ограничивающий фактор, да, но этот продукт, эта база, которая, вот если человек встал на путь системы, да, я считаю, что витопротектор это первый инструмент, который должен быть, да, и потом уже вы думаете, чем поддержать организм еще в дополнениях питания. Так вот, если говорить о системе УСИН 2 года, да, есть такая наука гомотоксикологии, а коли мы сейчас живем все в токсинах, и у нас, как вот некоторые люди говорят, ой, вот наступила сейчас осень, сейчас поддержим печень, вот сейчас токсины и время очищения. Но дело в том, что мы пищей, которую мы употребляем вообще, эмоции, понятно, что они тоже вызывают определенный выброс токсинов. Также у нас есть эндогенные токсины, которые образуются внутри. Это все наслаивает, вернее, еще электромагнитное излучение. То есть печень и вообще органы детоксикации нуждаются в каждодневной заботе. Поэтому витопротекторы, они это те компоненты, те инструменты, которые без совершенно, без какой-то нагрузки, без привыкания могут помогать вам каждый день, вот, защищать органы детоксикации. Это, кстати, один из основных моментов, в которые я решила, что я буду принимать витопротекторы постоянно, потому что сейчас организм человека нуждается вообще, вот, токсикатор очень сильно. А травы, очень многие травы, как некоторые говорят, вот, ну, есть пищевые травы. На мой взгляд, травы часто использовать нельзя, потому что, ну, все равно есть какой-то эффект привыкания, нужно делать перерыв. Витопротекторов такое не наблюдается. Так вот, в науке гомотоксикологии, если, например, ее разбирать, да, и как вообще действуют токсины, и после того, когда мы начинаем уже как оздоравливаться, я даю, как бы, таким продуктам 5-7 лет использования. То есть тогда, когда уже вы начнете себя чувствовать очень хорошо, потому что токсины есть даже, кстати, в аюрведе. Если кто изучал, да, семя, ткани организма, то представляете, сколько нужно работы проделать, это при условии, что вы живете в психологической комфортной ситуации для себя, да, адекватно питаетесь, адекватно делаете физические нагрузки, у вас все нормально, как говорится, с эмоциями, и у вас нормальное окружение. Это при этих условиях 5-7 лет. А так вот, например, вот тот срок, вот цикл в 10 лет, это то время, когда вы уже почувствуете себя на самом деле здоровым человеком, и организм уже как вам скажет спасибо. Это я говорю не для того, чтобы заставить вас принимать, да, или протекторы, чтобы вы, как говорится, а для того, чтобы вы понимали, насколько мы сейчас не защищены. И поверьте мне, что врачи, они рады бы, конечно, чтобы люди вокруг них были здоровы, но они находятся в системе. И если вы приходите к врачу, вот поверьте мне, я уже это прошла, когда вы приходите к врачу, они вас ждут больным. То есть вот они с болезнью работают, а когда мы говорим о болезни, это совершенно не про здоровье. То есть вы выбираете, вы болезнь хотите как бы лечить, либо вы хотите быть здоровым. Поэтому я очень рада. Я считаю, что мне очень повезло. Я все время говорю всем лидерам, что почему так вот поздно ко мне пришли, и это протекторы, они смеются. Но вы знаете, я настолько благодарна вообще вселенной, потому что я считаю, что те люди, которые имеют на руках продукт, которые знают об этом продукте, они очень счастливые люди, потому что, ну, когда к вам в дверь стучится природа, да, вот со всей своей силой, которая может защитить ваше здоровье, вашу жизнь, ну, я считаю, что это просто благословение. Я понимаю, что есть люди, которые там верят в Бога, во Вселенную, у каждого вера своя. Но я считаю, что вот те люди, которые услышали информацию об Атанах, еще услышат, они просто счастливчики. И я очень благодарна тому человеку, который просто дал мне брошюрку, и который я зачиталась, и поняла, что, ну, вот что-то я такое в жизни хорошее сделала, что у меня теперь есть возможность принимать битопротекторы столько, сколько я захочу. Поэтому, когда у вас возникают какие-то сомнения, или вы чувствуете какие-то недомогания, это к вам просто стучится здоровье, потому что здоровье не может прийти в жизнь без обострения, потому что болезнь, она, как говорится, накапливалась. Вы не замечали, как она к вам пришла. А для того, чтобы получить здоровье, нужно, как говорится, потрудиться и пройти через обострение. Поэтому я вам всем желаю здоровья, и принимайте битопротекторы, и развивайтесь, потому что знание, сила. Спасибо.